Мы будем продолжать методы ужесточения к тем, кто нарушает право дорожного движения скоростного режима. Такое заявление на недавней пресс-конференции по дорожно-транспортному травматизму сделал депутат облдумы Владимир Гришин. Бороться с аварийностью методом пряника. Значками от РС-10 ему, видимо, надоело. Теперь черед кнута. Он предлагает на законодательном уровне позволить каждому населенному пункту самому выбирать максимально допустимую скорость. В правилах записано, что по решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации может разрешаться повышение скорости на участках дорог или полосах движения для отдельных видов транспорта. Мы выходим с дополнением о полномочиях органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по ограничению скоростного режима. Но ведь есть ограничивающие скорость знаки, применимые, если это необходимо, к опасному участку дороги. Зачем же переписывать правила, если и в этих? Данный момент обозначен. Фарыц Илья Пегалкин совсем не против безопасности на дорогах. Но вот хоть убей не видят к этому предпосылок в готовящемся запрете тонировки задних стекол авто. Непонятное предложение, да, запрет тонировки задней полусферы. Вот, например, можно посмотреть, там автомобиль, вот тонирована задняя полусфера, вот задняя полусфера, вот задняя полусфера, вот, вот. Из восьми автомобилей, которые я вижу, у семи тонирована задняя полусфера. Все их никому не мешают. Почему у них вдруг возникли трудности при обгоне? А еще непонятным кажется решение запретить парковку во дворах. Фаровец уверен, кроме прибыли владельцев платных стоянок и недовольства электората, это больше не повлечет ничего. Тем более не повлияет на безопасность. А главная причина травматизма на дороге упирается все в тот же денежный фактор. Вместо того, чтобы обезопасить непосредственно дороги, установить отбойники или же сделать островки безопасности для пешеходов, власти решили пройтись законом по автовладельцам. Опять же, да, вот та самая резонансная авария на Суворово, да, когда сбили девчонку. Вы знаете, как вообще улица Суворова проектировалась и строилась? В проекте там был и заложен отбойник по всей длине, вот, от моста и до пересечения с Колотилова. В проекте были заложены другие нормы пассивной безопасности. Они исчезли с проекта, потому что нужно было срочно покрасить деревья от аэродрома и до плеса и покрасить поребрик. То есть, нормы пассивной безопасности на новых построенных дорогах, они отсутствуют. Так может, в этом вся проблема? Как и предполагалось, готовящимся с гонодательным нововведением депутата Гришина не обрадовались абсолютно все ивановские автомобилисты. Переписка в чате ивановской барахолки недовольных автолюбителей выросла в предложение собраться 20 апреля на митинг на бульваре Какуй. Уведомление о проведении уже на согласовании в мэрии. Не то чтобы водители против безопасности, но считают, что они тоже имеют право голоса. И не только на выборах слуг народа. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Продолжение следует...